В выходные дни мы будем отмечать Светлую Пасху. Подготовка к ней начинается в Страстную Субботу. Хозяйки пекут куличи, расписывают вареные яйца и украшают стол. Каждый это делает по-своему. Мы побывали в гостях у мастера Аси Ведовской и узнали, какие свечи она делает к празднику. Аси Ведовская начинает готовиться к Пасхе за месяц. Несколько лет назад она начала делать резные свечи. Считает, что в этот светлый праздник все в доме должно быть особенным, а такие свечи создают настроение. Парафин теплый, податливый. Мне очень нравится делать свечи. Это арт-терапия такая. Очень приятно прикасаться. В эти дни в ее мастерской в буквальном смысле жарко. Каждый день изготавливаются по 60 свечей. Причем все. От восковой болванки до причудливых украшений Аси делает сама. Вот такие формы для изготовления болванки. Сюда заливается пищевой парафин. Предварительно фитиль вставляется. Набираем вот цвет. За счет разноцветных слоев, потом настрелить, получается у нас красивый рисунок. Пасха же у нас красно-желтые цвета. Нож должен быть чистый. Вот. И у нас буквально несколько минут, пока не остыли слои парафина. Раньше мастерица вырезала много деталей. Приклеивала блестки, камешки. Сейчас старается не перегружать свечи излишним декором. Каждая свеча получается неповторимой. Иногда это буквально произведение искусства из воска. Вот самая маленькая свеча, она будет гореть часа 3-4. Вот. Эта свеча практически весь день. Есть макси размер. Вот допустим. Это может и неделю гореть. Каждая свеча покрывается специальным лаком. На этом этапе маме помогает сын. Так. У нас готовы свечи. Они теплые, как пирожки. Ароматные. Сева, смотри. Ты мой помощник. Сейчас будешь покрывать их лаком. Именно поэтому, даже когда свеча полностью прогорит, она может использоваться как подсвечник. И радовать своих обладателей долгое время. Давай зажигай свечку. А я чай налью. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.